Простыми словами и красивыми кадрами о том, что интересного происходит в нашем большом и стильном городе. Это Бьюти Тайм на 31. Всем здравствуйте! Есть множество причин для посещения спортивного зала. Первое и главное – это, конечно же, подтянутая стройная фигура. Ну и, в принципе, мышечный тонус влияет на состояние организма в целом. А, кстати, для ленивых и особо занятых существует косметологическая методика, которая работает именно в этом направлении. О ней пойдет речь далее. Разрушение жировой клетки, лечение целлюлита, моделирование силуэта. К высоким современным требованиям к фигуре и состоянию тела сегодня отвечает эстетическая медицина, предлагая широкий спектр различных процедур. Но до последнего считалось, что для мышечного рельефа только спортзал. Однако и тут недавно произошел технологический прорыв, и теперь на рынке появился аппарат, который произвел революцию на рынке косметологических процедур. Он работает над телом в двух направлениях. Во-первых, это укрепление, усиление мышечного корсета, прокачка, проработка мышц с одной стороны и с другой стороны, похудение и сокращение жировой ткани. Да, это практически как тренировка, то есть это можно назвать ленивый фитнес, либо фитнес для ленивых. Потому что в спортзале мы усилия какие-то совершаем по моделированию своего тела за счет своей собственной энергии, за счет своей собственной силы, то здесь данные функции берет на себя аппарат, стимулируя мышцы электромагнитным импульсом, электромагнитной энергией, глубокие мышцы, приводя их в тонус, придавая им рельеф и толкая к их росту. Соответственно, наше тело становится упругим, гладким, рельефным. Естественно, не за одну тренировку и не за один визит, а за курс процедур 2-3 раза в неделю 30-минутная процедура сравнима с таким же походом в спортзал. Процедура BodySculpt безусловно облегчает жизнь и экономит время современным жителям мегаполиса. Однако стоит помнить, что приятная внешность это еще и здоровый образ жизни, правильное питание, правильные мысли и положительный настрой. В эти прохладные осенние дни очень хочется чего-нибудь теплого, например, ванны с морской солью. А что важно знать о качестве этого продукта, сегодня мы выясним у технологопредприятия, которое выпускает косметическую соль для вам. Соль это минерал, родственный и жизненно необходимый человеческому организму. Благодаря своим свойствам соль вытягивает из воспаленных тканей и ран жидкость, а с ней бактерии, вирусы и токсины. Растворяясь в воде, микро- и макроэлементы соли обезболивают и обеззараживают поврежденные ткани, стимулируют рост клеток, заживляют раны. Поэтому солевые ванны, признанная во всем мире, лечебное и профилактическое средство для восстановления иммунной и нервной систем. Кроме того, соль – великолепный проводник биологически активных веществ, которые, проникая через кожу, омолаживают и исцеляют организм. Самое главное, конечно, это контроль качества. Контроль качества всего производства, всех процессов технологических и, конечно, самое главное – это разработки и развития. Жизнь каждого продукта из категории «косметические соли» начинается с разработки. Это внешний вид продукта, качества какие-то, косметические качества. А затем уже происходит анализ. Анализ этого данного продукта, состав, внешний вид, аромат. Затем создаются образцы, которые непосредственно ставятся на испытания. Испытания у нас различные. Во-первых, различными приборами и методами мы физико-химические свойства, органолептические свойства изучаем. А затем в дальнейшем уже ставим на испытания. Первое главное на испытания – это методика ускоренного старения. То есть мы ставим в термостат при определенных условиях на определенное время, что соответствует, например, определенным годам срока хранения. Это два месяца хранения в термостате соответствует трем годам хранения. Таким образом, можно выяснить, какой срок годности будет у того или иного продукта. Что же происходит с продуктом после истечения этого срока, на предприятии тоже знают. Однако в обычной жизни на практике это проверять незачем. Просто надо обращать внимание на дату на упаковке и использовать продукт вовремя. Только так можно получить от соли все самое полезное. Это программа «Бьюти Тайм». Продолжаем выпуск. Что сложного посадить кустарник, да? Выкопать ямку, поставить, засыпать. Начинать там перекармливать, заливать. Руки есть, голова есть, но знаний биологии нет. К садовнику относятся больше всего как к дворнику. Мы говорим о ландшафтном дизайне как об искусстве. Красивый дом, красивый сад, и вот приходят молодые люди. На данный момент уже могу сделать сад любого уровня. Ландшафтный дизайн, так же как и дизайн интерьера, всегда ассоциируется с чем-то очень эстетическим и творческим. Но на самом деле люди, которые в этой сфере работают, прекрасно знают, что это тяжелый труд. И для того, чтобы всю эту красоту создавать, требуется усилие очень многих специалистов, настоящих профессионалов своего дела. И о том, что такое ландшафтный дизайн и как он создается, сегодня мы разговариваем с Татьяной Николаевной Сунгуровой, основательницей компании «Терра». Я по профессии биолог, учитель химии и биологии. И ко мне стали обращаться много-много лет назад, посадить один цветочек, другой. Наверное, когда что-то не приживается тоже, да, с вопросами к вам обращали. Да, то есть изначально были вопросы такие, связанные с ботаникой. И я очень быстро поняла, что одной ботаники вообще мало. То есть это комплекс и объединение стольких профессий, которые, во-первых, ты должен и сам в них разбираться. И это обучение, обучение, обучение. Начинается все с архитектуры. И, наверное, на мое счастье, как только я начала работать, у меня один из первых объектов был проблемный, он был неудачный. Мы расторгли договоры как раз-таки в связи с тем, что у нас не было архитектурной составляющей. То есть то, что архитектура самое главное в ландшафтном дизайне, я поняла вот на ранних стадиях своей работы. И поэтому я всегда всем говорю, архитектура стоит на первом месте. Ни цветы, ни цветочки. А это я люблю пионы или розы, и я начну с них. Нет. Сначала мы работаем с объемом, с художественным восприятием, с формой, с ощущением. То есть какой сад будет открытый, закрытый, тенистый. У человека, приходя в сад, он должен испытывать какие-то эмоции. После архитектуры идет очень большой блок строительный. Потому что все, что придумывается в объемах, это как-то необходимо разместить на местности. Как-то закрепить, чтобы это не сдуло, чтобы это работало, чтобы от этого был полезный функционал, чтобы был очень разумный, удобный уход за всеми компонентами и элементами сада. И потом уже подключаются растения. То есть архитектура, строительство и биология. Как менялось отношение к вашей деятельности у заказчиков, у потенциальных заказчиков? Начали ли люди как-то больше специалистов, профессионалов в этой области ценить? Отношение меняется. В этой отрасли я работаю уже более 20 лет. И если первые годы мы уговаривали сделать проект, потому что это вообще основа. И вообще озеленение относится к разделу зеленого строительства. Мы обязаны по закону работать по документации. То есть нельзя так прийти и сказать, вот эта елочка будет здесь, эта сосенка там будет расти и высаживать. Нет, должна быть схема посадочная, разбивочный чертеж. И по нему по согласованию мы уже осуществляем посадку. Конечно, начинали примитивно, потому что сами очень мало что знали, понимали в этом. Учились очень много лет на ошибках. То есть те, кто, допустим, сейчас заходит на этот рынок, они в шоколадных условиях. Информация вся есть. Во-первых, есть вся информация, есть интернет. Мы начинали, когда интернета не было. Мы начинали, когда не было садовых центров. Они у нас появились только где-то примерно в 2008 году. За всего 7 лет мы возили растения с Екатеринбурга, с Москвы. То есть, откуда мы только не возили. Было очень много историй, столько было ошибок, которые сейчас, спустя которое время оцениваешь, взвешиваешь. Вот если бы я сейчас начал работать, было бы уже, конечно, все по-другому. Но, наверное, благодаря вот этим ошибкам формируется опыт, формируется убеждение, как именно надо делать. То есть, если раньше мы шли на компромиссы, многие там заказчики нас умудрялись уговаривать, что давайте сделаем так, и мы как-то велись на это, то сейчас, конечно, уже такого просто нет. Мы четко говорим, делаем вот так, 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 или вообще не делаем. Сейчас диктат. А чем это обусловлено? Это обусловлено тем, что уже не хочешь тратить время на эксперименты. То есть, сад, так же как... Ландшафтный дизайн, так же как дизайн интерьера, они очень похожи. Если взять в интерьере живые растения, то тогда это будет практически одинаковый конструктор. То есть, что сделать интерьер хороший, грамотный, да, сначала, что ландшафт, мне кажется, структура практически одинаковая. То есть, это проект, это детализация, это определенная этапность, и учитывать вот растения. В интерьере их поменьше, в ландшафте их побольше. Вот и вся разница. В общем, теперь вы уже настаиваете на своем. Уже настаиваем на своем, и это связано с тем, что не хочется экспериментировать, не хочется тратить время, хочется комфортной работы. И результат, наверное. И результат, да, результат. То есть, он должен быть быстрый, то есть, не надо растягивать, потому что вот уже выходишь на объект, и сразу видишь, как его надо делать. Вот его надо делать так, 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 да? Могут быть варианты какие-то. Эти варианты проговорил, объяснил, рассказал, и там уже хозяин принимает решение. Обычно, конечно, общение состоит из нескольких этапов, да, и, как правило, продолжается несколько лет. То есть, это от трех до пяти лет, а со многими объектами и пожизненными. Да, вот как раз отличие от дизайна интерьера, оно как раз и заключается в том, что дизайн интерьера, люди все сделали, построили, расставили мебель, и там нужно только убирать, ну, и стирать шторы, да, то получается, в случае с дизайном ландшафтным, как говорится в детской сказке, стрижка только начата, да? Да, да, да. То есть, сделанный из данный объект, это только начало пути. Это только начало пути, потому что ни один проект невозможно заложить в том виде, в идеальном, в котором ты его увидишь, как в перспективе. Растения растут, они меняются, они меняют свою форму. Эту форму надо поддерживать, контролировать, регулировать эту форму. Поэтому в идеале, конечно, отношения с дизайнером необходимо продлевать на какое-то время, длительное, или самому учиться, чтобы понимать изменения, которые связаны, вернее, будут в жизни растения. Очень популярная профессия садовника на Западе, да? Мы оттуда какие-то примеры черпаем, очень часто красивый дом, красивый сад, и вот приходят молодые люди, да? Всякие разные ассоциации с этим могут быть. Но тем не менее, да, есть у нас, вот если говорить в Челябинске, есть ли вот такие вот специалисты, которые действительно зарабатывают тем, что следят за садами, и насколько это популярно? У нас рассматривают обычно две таких специальности, да? Это ландшафтный дизайнер, которому хотят быть, наверное, все, и садовник. И вы правильно сказали, что за границей эта профессия, она очень популярна, она востребована, она очень уважаемая, но, к сожалению, вот в менталитете наших сограждан, да, в Челябинске, в области нашей, к садовнику относится больше всего, как к дворнику. Вот, к сожалению. И с этим связано, в общем-то, и содержание дальнейших садов, потому что садовник, это не только человек, который ухаживает за растениями, он в любом случае понимает процесс становления растения, перспективу его роста. То есть это не просто механическая работа, она художественная. Она художественная. На какую высоту он подстрижет траву, так она и будет смотреться. Как сформирует куст, так тоже будет куст смотреться. Красиво или некрасиво, то есть это вопрос художественности. Это очень хорошая профессия, она очень у нас востребованная, востребованная, безумно. То есть, наверное, самое... Вот ландшафтных дизайнеров много. Хороший или плохой, да их много. На компьютере даже что-то можно создать. Их много, да. А вот садовников очень мало. Они есть, они востребованы, они достаточно хорошо зарабатывают, потому что, ну, очередь. Очередь на садовников, просто очередь их уводят с участка, с одного участка на другой, переманивают. А вот на данный момент, вот садовники, которых вы знаете, ну, наверняка вы с ними, или у вас в компании есть такая? Мы их практически сами выращиваем. То есть, они у нас приходят как рабочие, а потом они, если им нравится, они растут, развиваются. Практически все садовники с высшим образованием у нас идут. Это выпускники агроинженерного нашего вуза. И сейчас у нас уже есть специальность декоративное садоводство. То есть, в общем-то, это нужны знания определенные. Если у садовника бывает ситуация, что, да, руки есть, голова есть, но знаний биологии нет, тогда хозяева привлекают уже. Вот ландшафтного дизайнера. Это очень важно, нужно хотя бы раз в год. Я считаю, что это абсолютно нормально приехать раз в год на свой участок, который ты создавал, посмотреть, как он изменился, дать консультации, что необходимо с ним сделать. То есть, очень важно не запустить участок. Потому что его можно, вот газон, можно запустить за месяц. Иногда уезжают отдыхать, приезжают, и уже газонная трава, она уже в дудку ушла, и когда подстригаешь такую траву, и она такая желтая. Мало того, что она желтая, она еще жесткая. Все. Месяц, и все, и газона нет. То есть, а вот это вот реабилитировать запущенные случаи, их сложнее, чем даже... Ну, все трудно восстанавливать. Вы говорили о культуре, о зеленении, да, так именно, да, формулировали это явление. А вот в каком она у нас сейчас состоянии, и что бы вы видели в идеале? Ну, я считаю, что культура наша растет. В общем, это радует. Люди четко приходят в проект, и потом уже реализация. Очень адекватно воспринимают этапность работы, потому что за один сезон мало кому удается сформировать и создать ландшафт. Радует понимание, что это затратная часть. Мы говорим о ландшафтном дизайне как об искусстве, а не о банальном озеленении, когда застилают газоном и натыкивают растения. Чем вот этот вот такой, ну, любительский дизайн, так скажем, да, любительский ландшафтный дизайн, озеленение отличается от профессионального подхода? Ну, объемом знаний, прежде всего, да, это объем знаний. Любительский, он на поверхности, но может быть с большей, может быть, любовью, потому что как бы делаешь для себя, и иногда бывает вот эта любовь, она идет во вред. Начинает там перекармливать, заливать. Когда же работают специалисты, они, во-первых, понимают технологию процесса самого и понимают перспективу дальнейших событий, которые будут связаны с процессом данным. Взять посадку растений, кустарнику. Ну, вот что сложного посадить кустарник, да? Выкопать ямку, поставить, засыпать. Вроде бы все, да? Ведь ничего сложного нет. Но выбрать растение, да? Его надо купить здоровым. Его надо купить правильно сформированным, чтобы у него была перспектива формирования тоже как бы вот для тех условий, которые задуманы проектом. Потому что если нужно штамповое дерево, а там несколько стволиков, то а как формировать? Специалист знает как. Он там обрежет, сделает все. Не специалист, растеряется. Или, допустим, бывает макушка сломлена. Что с этим делать? Опять же, ощущение, что вы зайдете в садовый центр и все купите. Вот это вообще не так. Мы когда высаживаем растения комплекса на один участок, мы их собираем там по нескольким питомникам. Бывает там пять разных питомников. Объезжаешь, одно растение в одном месте, купишь другое растение в другом. Ну и таким образом. Это именно из-за внешнего вида состояния? Из-за внешнего вида, да. Потому что ни один питомник не может себе позволить, во-первых, весь ассортимент. И возраст растения. Потому что растения необходимо высаживать разного возраста, чтобы был сад. То есть какие-то растения покрупнее, какие-то, может быть, на перспективу разрастания. И вот это тоже комплекс знаний, которые мы закладываем изначально в проект. Если проект создается на стадии строительства, часть ландшафта уже можно делать в плане посадки. Бывают такие ситуации, что стройка производится как бы отдельно, а часть уже можно выполнять какие-то ландшафтные работы. Это тоже очень хорошо. Ландшафтный дизайн – это практика. И нужно понять вид вот этой деятельности работы в течение сезона. Потому что за июнь, за август, понимаете, ну вот это вот один вид работы. В ноябре будет совсем другой. В январе по-другому будет ощущаться ландшафтный дизайн. То есть вот каждый месяц он по-своему хорош. И по-своему у него есть требования к этому месяцу. Поэтому вот нужно пройти полный цикл годовой, чтобы понять и оценить, как будет нагрузка по занятости, как будут идти те же самые финансовые потоки, как будет загрузка по работе, по видам работ. Потому что, допустим, обрезку ее надо быстро сделать, пока лист не развернулся. То есть надо заранее об этом думать. Есть годовой курс, который, он уже направлен как на профессиональные знания. Он захватывает весь цикл полностью, сезонный цикл. Он идет 11 месяцев с 1 октября по август включительно. И как раз все агротехнические операции, которые необходимо проводить за сезон, вот мы как раз их разбираем. Посадоводство – это вообще необъятное поле. То есть вроде бы сделался, изучил, и ты все равно постоянно учишься, что-то новое узнаешь. Это очень интересно, это захватывает, это захватывает. Ну и я, забегая вперед, хочу сказать, что мы задумали серию репортажей в формате реалити о том, как люди постигают вот это искусство ландшафтного дизайна на разных уровнях, о том, с чем придется сталкиваться в процессе работы. И я очень надеюсь, что у нас реализуется наш проект. Поэтому надолго не прощаюсь. Спасибо большое и до новых встреч. Кашу маслом не испортишь. Оказывается, не только кашу, но и салаты, выпечку и другие блюда категории ПП – правильное питание. А какие виды масел сегодня входят в число гастрономических трендов? Это мы узнаем на нашей телевизионной кухне. Сегодня мы будем готовить салат. Самые простые ингредиенты – овощи, зелень, сыр. Но сколько существует видов растительных масел, столько существует вкусов у салатов. Итак, сегодняшний наш выпуск посвящен растительному маслу. Мы сегодня рассмотрим два масла, на которых можно жарить, тушить. Это масло авокадо и кокосовое масло. Остальные масла подходят для заправки салатов, для заправки каких-то блюд, для маринадов. Катя, огласите весь список, пожалуйста, что у нас на столе и какова может быть область применения того или иного масла. Вообще практически во всех маслах есть, конечно же, жиры полезные – омега-3, омега-6, где-то есть омега-9, а также витамины всех групп. В каких-то маслах есть витамины группы К и Т, очень редкие. По вкусовым свойствам все масла разные, у каждого свой оттенок. Многие масла обладают ореховым привкусом. Какое-то масло горчит. Например, у кунжутного масла у нас здесь представлено одно рафинированное, другое нерафинированное. У кунжутного масла такой восточный, обрадает восточный оттенок всем блюдам. Льняное немножко горчит, кто-то любит, кто-то не очень, но у льняного очень много полезных свойств, поэтому его рекомендуют вообще употреблять как профилактику каких-то там заболеваний. И, насколько я знаю, отказываться от употребления масла нельзя, поскольку витамины, которые мы получаем из овощей и зелени, они лучше проникают в наш организм именно благодаря тому, что мы употребляем масло. Да, они лучше усваиваются. Наш организм не будет функционировать правильно, если будет нехватка жирных кислот. Поэтому масло в нашем рационе должно присутствовать. Продукт номер один буквально. Просто нужно выбрать свое. Это масло тыквенное. Помнится, мы готовили из тыквенной муки, был такой специфический, немножко горьковатый, какой-то терпковатый вкус. А что у масла у этого? У масла тоже есть свой определенный вкус, но тыквенное масло рекомендуют использовать для выпечки. У этого бутылечка удобный дозатор, то есть он брызгает. Соответственно, на какую-то свежую выпечку, на десерты даже рекомендуют использовать. Это придает определенный такой чуть-чуть пикантный вкус, да? Масло рыжиковое. Масло изготавливается из семян, который называется псевдолен. У него нет такого горьковатого привкуса, как у льняного масла, то есть оно очень мягкое. Также подходит для салатов, для заправки, для маринадов. Масло авокадо, смею предположить, что оно обладает таким травянистым вкусом, поскольку сама эта культура, она такая маслянистая, но с другой стороны есть вот что-то такое прям зеленое, прям такой хлорофилл ощущается. У масла авокадо ореховый и травянистый вкус, то есть, в принципе, вкус авокадо. Это масло считается самым высококалорийным. И масло конопляное. Вообще, я стала замечать, что в последнее время к этому продукту повышенный интерес. Видимо, не так давно начали производство. Хотя, насколько я знаю, на Руси это была культура номер один, да, и много чего из конопли производилось. Ткань и, собственно, продукты. Что можно сказать теперь о нем в контексте ПП? В контексте ПП это, да, действительно самое традиционное масло было на Руси. У конопляного масла очень приятный вкус, и оно усиливает вообще вкусовые качества блюд. По полезным свойствам содержит, опять же, все омеги, омега-3, 6 и 9 в очень сбалансированном сочетании, которое хорошо усваивается. То есть, если вкус усиливает, это значит, что оно приравнивается к знаменитым, да, усилителям вкуса искусственным, но только это натуральный. А каких-то вкусовых характеристик, таких ярко выраженных там ароматов? Как у всех масел есть такой чуть-чуть ореховый. Почему-то вот у всех масел есть ореховый привкус, но тут вот приятный такой, нет горчинки, то есть очень комфортная по вкусовым качествам. И какие-то виды можно подвергать тепловой обработке? Ну, то есть практически все, а какие-то нельзя. Тепловой обработке, наоборот, лучше большинство масел не подвергать, потому что если это масло холодного отжима, то оно теряет свои полезные свойства при высоких температурах. Единственное, что на горячие блюда можно добавлять, вот, допустим, рыжиковое масло, кунжутное, тыквенное. Остальные лучше все-таки использовать для заправки, ну, либо в кашу льняное масло. Ну, и теперь вопрос на засыпку. Из какого масла мы сегодня будем готовить салат? Я предлагаю все-таки попробовать наши традиционные конопляны. Ну, пляны. Да, да. Музыка. 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 Ну, и теперь заключительный аккорд – заправка оригинальным конопляным маслом. Музыка. 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 Музык. Вот такая вот масляная история у нас получилась сегодня. Кстати, далеко не все виды пищевых масел мы сегодня представили. Существует еще огромная линейка ароматизированных продуктов То есть когда на основе оливкового или подсолнечного Они ароматизируются, допустим, трюфелем, зеленью, какими-то травами И это тоже придает блюдам отдельный вкус Ну, в общем, пробуйте, экспериментируйте И пусть ваше питание будет полезным, правильным и вкусным Вы смотрите Beauty Time Красивые подробности красивых событий в формате No Comment в завершении выпуска Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Еще больше сюжетов о красивой жизни на нашем YouTube-канале Beauty Time TV Также на страницах в Instagram и во Вконтакте Всегда рады обратной связи с вами И до встречи в эфире Наши стильные партнеры Image Studio Елены Ивановой Отелье «Модный дом. Я» Субтитры сделал DimaTorzok